Приветствую на канале Фарнаксфильм. Сегодня будет видео для тех, кто уже определился, что выход дымохода у его печи будет через стену. И сегодня мы расскажем о том, как сделать проем, на какой высоте, как его защитить и как сделать так, чтобы потом это все выглядело очень красиво. Смотрим далее. Начнем с того, что тыльный выход дымохода существует как раз для того, чтобы облегчить установку печи или камина. Вывел дымоход на улицу и иди по стене дома на крышу. При этом печи или камин выглядят самодостаточными. Плюсов этой схемы как минимум три. Дымоход всегда на виду, его легче прочистить, ведь прочистные дела все на улице. Нет нужды ломать потолок первого этажа и второго, если дом двухэтажный. Все грязные работы можно проводить даже если в доме готовая отделка. Ничего не пострадает. Ну и если в доме малые дети, то труба через второй этаж, пусть и более холодный сэндвич, ну такое себе решение. Но у условной печи или камина может и не быть тыльного выхода патрубка для подключения к дымоходу. И в каком-то смысле проход через стену с использованием вертикального выхода дымохода можно назвать оптимальным решением. Вот лишь несколько за такой вариант. У нас появляется прямой разгонный участок дымохода, печи или камину будет проще работать и тепловая нагрузка на весь дымоход снижается. Если основа дымохода сэндвич трубы, то в таком варианте вы еще и экономите, покупая вместо сэндвич трубы одностенный модуль дымохода. Мелочь, а приятно. Визуально печи и камины, собранные по такой схеме, выглядят более завершенными. Тем более модный черный дымоход всегда подчеркивает элегантность камина. Плюс поворотный барашек шибера всегда на виду. Ну и наконец первым модулем дымохода может стать полезный девайс, дающий дополнительное тепло. Ну, подписывайтесь на канал Форнакс Филм, впереди очень много интересных видео. Итак, действия по выводу дымохода через стену. Первое. Установите печь на подготовленное основание, выставьте ее так, как вы хотели бы ее видеть в интерьере, естественно соблюдая пожаробезопасные расстояния. Если патрубок у печи находится с тыльной стороны, отметьте проекцию центра оси дымохода на стену. Если патрубок сверху, соберите стартовые элементы и прикиньте расположение места выхода дымохода. Если оно слишком близко к потолку, то у вас есть возможность для маневра. Можно немного укоротить стартовый метр дымохода. Убираем печь, освобождая место для монтажа. Если стена дома из дерева или другого горючего материала, размечаем границы будущего проходного узла. Если стена из кирпича или чего-то подобного, проделываем отверстие под диаметр трубы с небольшим запасом и перематываем ролик чуть дальше. Если работаем с деревом, то пилим стену. Многолетняя практика наших партнеров по установке печей и каминов показала, что проема 600 на 600 мм вполне достаточно, чтобы сформировать безопасный проходной узел для большинства печей или каминов. Дом из бруса? Тогда решите, нужна ли вам обсадная коробка. Если срубу несколько лет, то чаще всего с этим заморачиваться не стоит, но засаморезить пару рядов не помешает. Далее самое важное. Формирование и наполнение проходного узла. Фольгированные маты из минеральной ваты Rockwell Firebats – шикарный материал, сдерживающий высокую температуру. Три ряда заготовок, установленных в распор – надежное основание для следующей ступени защиты. Жесткий короб из суперизола, трехсантиметровые пластины из силиката кальция, природного, абсолютно негорючего материала формируют следующий контур защиты. Он практически не проводит тепло. Сам внутренний короб обычно заполняют базальтовой ватой. Это не столько нужно для термоизоляции, сколько для теплоизоляции места выхода дымохода через стену. Обычный минеральный утеплитель точно не справится. А, например, вата-тип не только сдержит тепло от трубы, но и не даст воздуху снаружи проникнуть в дом. Чуть не забыли важную вещь – все эти потроха нужно закрыть. Декоративный стальной фланец со слоем базальтового картона крепим к стене саморезами. Фиксируем юбками, которые поджимают фланец и закрывают щель отверстия, через которое проходит дымоход. На улице дымоход монтируется с помощью кронштейнов через монтажную площадку. Стеновые опоры, удерживающие дымоход в вертикальном положении, ставятся каждые 2 метра. Далее – оголовок с зонтиком или дефлектор. И, внимание, обязательно кровельные растяжки, которые защитят дымоход от деформации при сходе снега. Вроде бы обо всем рассказали. Ну вот, все нюансы мы разобрали. Теперь дело осталось за малым – либо смонтировать, либо вообще приобрести комплект печи и дымохода. Советую делать это в магазинах Форнакс в городе Новосибирске и на сайте fornax.ru. Подберем для вас хорошее решение, так что ждем в гости. До встречи. Пока.